Чернобыль Профессиональная некомпетентность, небрежность и гибнут. В мирное время гибнут люди. Много человеческих жизней уносят и стихийные бедствия. Снежные лавины и сели, тайфуны и вышедшие из повиновения реки землетрясения. Страшная беда пришла в Армению. Под обломками зданий погибли многие жители Спитака, Ленинакана. И все же там, где помощь оказывалась вовремя, удалось спасти многих. Удалось спасти, если эта помощь была не только своевременной, но и медицински грамотной. Мы находимся с вами в кабинете начальной медико-санитарной подготовки школы. Это основное место, где пройдет большая часть занятий по этой программе, где учащиеся должны получить не только теоретические знания, но и отработать практические навыки по оказанию первой медицинской помощи пораженным в очагах массового поражения, в районах стихийных бедствий, при авариях и катастрофах, по уходу за больными. И от материально-технического оснащения этого класса зависит во многом успех подготовки учащихся. Конечно, прежде всего, здесь должен быть учебный материал, предусмотренный программой. Чтобы урок стал по-настоящему интересным, преподавателю в ходе подготовки к этому уроку рекомендуется расширить свои знания, используя не только учебник по медико-санитарной подготовке учащихся, рекомендуемые методические пособия, но шире использовать журналы «Советский Красный Крест», «Военные знания», «Медицинская сестра». Большим подспорьем в подготовке к уроку станет библиотечка «Активиста Красного Креста» и другие методические пособия. После ознакомления учениц с табельными и подручными средствами, можно приступить к отработке практических навыков наложения повязок. Учащиеся должны знать о возможных осложнениях ран и мерах их профилактики, об асептике и антисептике. Теоретический материал должен излагаться в минимальном объеме, но достаточном для усвоения практических навыков. Так, бинтик. Давай, я тебе помогу. Так, хорошо. Теперь вниз. Поэтому она называется как правильно? Восьмерка или восьмеобразная. Восьмеобразная, правильно, хорошо. И продолжай, пожалуйста, дальше. Показ и объяснение преподавателя. Практическая работа учащихся. Наиболее экономные методы обучения. Набор имитаторов ран. С их помощью практические занятия приобретают значительно большую наглядность. Обратите внимание на технику наложения повязки по Маштафарову с применением подручных средств. Объясните назначение ватно-марлевого кольца при проникающем ранении живота, а герметической повязки при открытом пневмотораксе. Перед изучением первой медицинской помощи при кровотечениях необходимо помочь учащимся восстановить знания о системе кровообращения человека. Стенды, красочные плакаты помогут учащимся ознакомиться с видами кровотечения и методами их остановки. Особое внимание следует уделить знанию мест и способов пальцевого прижатия сосудов при самом опасном артериальном кровотечении. Ученицы должны запомнить, сделав пальцевое прижатие, нужно быстро и правильно наложить жгут. Представьте, что это рана, сопровождающаяся артериальным кровотечением. Оля, покажи, пожалуйста, как правильно наложить жгут при такой ране. При наложении жгута он должен находиться не на голом участке тела, а подложить под него нужно кусочек ткани, или же он должен находиться на рукаве рубашки. А также жгут должен накладываться выше раны, но недалеко от нее. Хорошо, молодец. Что нужно сделать после наложения жгута? Под жгут кладут записку, на которой указано время наложения жгута. Людочка, зачем это делается? Потому что жгут летом не может находиться больше двух часов, а зимой не более чем полтора часа. Хорошо. Как проверить, правильно ли наложен жгут на конечность? Оксана, скажи, пожалуйста. Если жгут наложен правильно, то рука будет бледная и прохладная, и не будет прощупываться пульс. Что еще нужно сделать после наложения жгута для профилактики шока? Нужно ввести противоборовое средство и шприцать тюбика. Так. Прикалываешь на одежду. При отсутствии жгута кровотечение может быть остановлено наложением закрутки. Для этого могут быть использованы платок, куски ткани. Сегодня у нас урок, посвященный практической отработке, методам искусственного дыхания, рот в рот и закрытому массажу сердца. Сначала надо освободить пострадавшего от стесняющей одежды. Прекрасно закрыть рот его салфеточкой. Начали закрытый массаж. Правильно. Ручки постарайся не сгибать в локтях, чтобы всем телом ты давила на грудину. И торопись. Раз, два, три, четыре, пять. От ваших действий зависит жизнь пострадавшего. Не забывайте о том, что качать нужно до тех пор, пока действительно не появится пульс, дыхание самостоятельное. Интенсивнее. Метод искусственной вентиляции легких по Сильвестру употребляется реже. Однако учащиеся должны его знать. Этот метод в основном используется при ранениях челюстно-лицевой области. Подготовка шин и других средств иммобилизации, например, ватно-марлевых колец, необходимый элемент практических занятий. Так выглядит способ иммобилизации при переломах ключицы. Ватно-марлевые кольца на надплечьях. Рука подвешена на косынке. Очень наглядно медицинская косынка с рисунками. Каждая из них — вариант ее применения. ГРУТ Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Они не только оказывали первомедицинскую помощь, если надо было, они брали оружие и защищали раненых. Добро пожаловать в Казахстан! 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 Хорошо, правильно! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Раз, два, три, четыре, пять... Есть дыхание? Есть пульс! Пришел к тебе! Добро пожаловать! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!